Введем такое число. Альфа это n плюс корень из n квадрата минус 4,5. Обозначение понятно? Понимаете ли вы, что единица, деленная на альфа, это будет тогда n минус корень из n квадрата минус 4,5? Это правда или не правда? Когда умножаешь, то по формуле равенства квадратов числителем 4 разное это n. Хорошо. А значит, альфа плюс единица, деленная на альфа, это что? Это число n. Теперь давайте введем такое обозначение. b nt это будет альфа в степени m плюс единица, деленная на альфа в степени m. Я хочу сейчас доказать, что все числа b являются цельными. Для того, чтобы это сделать, посмотрите, что мы можем сказать. Мы можем сказать, что b первое это n, b нулевое это двойка, это число тоже целое. И мы можем вывести рекуррентную формулу для числа b m плюс 1. Рассказываю. Это альфа в степени m плюс 1 плюс единица, деленная на альфа в степени m плюс 1. Это можно записать так. Альфа в m плюс единица, деленная на альфа в m умножить на альфа плюс 1 альфа. Минус единица, деленная на альфа в m минус 1 и минус альфа в m минус 1. Потому что, когда вы умножаете, вот это будет то, что надо, и это будет то, что надо, а остальное будет, наоборот, не то, что надо. Теперь смотрим, что это такое. Это и есть число n, умноженное на b m минус b m минус 1. Смотрите, какое получилось разница. b m плюс 1 выражается через b n и b минус 1 с целыми коэффициентами. Значит, все числа b какие? Целые. Целые. Отлично. Ну, давайте теперь думать, ну и что. У нас есть целое число. b m мы знаем, что целое. Мы теперь можем решить этот квадратный равнение. альфа в степени 2m минус b m на альфу в степени m плюс 1 равняется нулю. Значит, альфа в степени m это есть пополам b m на плюс-минус корень из b m на квадрате минус 4. Так, осталось понять, здесь брать плюс или минус. Ну, смотрите, вообще-то альфа у нас больше или равно единице. Значит, альфа в степени m будет обязательно числом больше или равным единице. Значит, здесь надо брать плюс. Это то самое, что нам нужно. b m на это и есть то самое искомое число к. Ребята, обратите внимание, если что-то выглядит как формула решения квадратного равнения, то, скорее всего, оно и есть. Формула k плюс корень из k квадрат минус 4 пополам очень похожа на любимую из восьмого класса формулу решения квадратного равнения.